Добрый день на телеканале Россия Вести Кабардино-Балкария о самых важных событиях в республике. В эти 15 минут расскажут корреспонденты нашей программы. Я Марина Ярославская. Главное выпуски. Из старых квартир в современной коттедже, как в Прохладинском районе, работает программа по переселению из аварийного и ветхого жилья. Большая кунацкая семья. Участники межрегионального проекта «Куначество» о дружбе, которой расстояние не помеха. Особенности южной сцены. Какой из театров признали лучшим? В ГКЗ объявили имена победителей ежегодного фестиваля. Теперь подробнее. 316 миллиардов рублей потратит правительство страны на программу развития Северного Кавказа до 2025 года, сообщают сегодня «Известия». В последней версии документа фигурирует именно эта цифра. Она ниже ранее планировавшихся на программу расходов из федеральной казны. Объем финансирования приведены в соответствии с бюджетом на 2013 год, пояснили в Минрегионе. Кроме того, откорректировано распределение средств по всем годам действия программы. Напомню, документ должен быть внесен в правительство послезавтра, и сроки нарушены не будут, подтвердил на днях полпредпрезидента в округе Александр Хлопонин. При таком финансировании разработчики программы рассчитывают и на частных инвесторов. За время реализации госпрограммы планируется привлечь больше трех триллионов рублей из внебюджетных источников. Еще 23 миллиарда регионы должны изыскать самостоятельно, говорится в документе. В эти минуты в Верхней Балкарии продолжаются траурные мероприятия, посвященные событиям 70-летней давности. Черекская трагедия произошла в ноябре 1942 года. Тогда войсками НКВД были уничтожены и сожжены дотла три селения Черекского района – Сауту, Глашева и Верхний Чигет. Сегодня у мемориала Сауту, почтить память жертв Черекской трагедии, собрались жители не только близлежащих сел, но и представители других районов Кавардина Балкарии. Присутствовали здесь и очевидцы тех кровавых событий, унесших жизнь более 400 человек. Митинг открыл представитель Дум КБР Хазритолид Засежев в числе выступивших представителей парламента и правительства республики, главы муниципалитетов и историки. Подробный материал из Черекского района смотрите в следующем выпуске, а пока к другим темам. Из старых квартир в современные коттеджи в Прохладинском районе программу переселения граждан из аварийного и ветхого жилья реализуют за счет малоэтажного строительства. Здесь возводится сразу несколько коттеджных городков. Новые дома в эти дни сдадут и в селении Учебное. Новоселье в конце года отметят 70 прохладинских семей. Наш спецкорс Сафаргириев проверил качество работы и первым увидел новые квартиры. Селение Учебное. Есть здесь и многоэтажки, и старые домики, которым уже более 50 лет. Генподряд на их капитальный ремонт и строительство новых выиграла фирма, давно зарекомендовавшая себя в районе. К примеру, жители поселка Прогресс уже переехали из полуразрушенных аварийных зданий в 15 новых коттеджей. Подобные объекты строители сдали и в Майском районе. Восемь новых домов коттеджного типа возводятся в селении Учебным по самым современным строительным технологиям. И все работы выполняются очень качественно. Здесь предусмотрены все удобства. Горячая и холодная вода с напчением, канализация, сантехника, кухня с газовыми плитами. И каждая квартира будет оборудована собственным автономным отоплением. Надзор за качеством здесь строжайший. Прораб со стройки не отлучается в течение всего дня. А вечером проверяются и объемы произведенных работ, и то, насколько хорошо они выполнены. Сейчас здесь проводятся коммуникации. Будет благоустроена и территория городка, приведены в порядок подъездные пути. Нигде никаких экономий мы не делаем. Все те же материалы, что мы и применяли в прогрессе, то же самое здесь и в учебном. Стараемся где-то подбирать получше. Где-то что-то нужно, если даже не входит в эту программу. Мы стараемся и сделать так, чтобы было нормально и никаких у нас нареканий не было. Местные власти очень надеются, что программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет малоэтажного строительства будет продолжена и в следующем году. Это позволило бы полностью снять в Прохладинском районе все проблемы с аварийным жильем и капитальным ремонтом. Здесь все готово для полноценной работы. У нас имеется подготовленный все необходимые список и аварийных домов, которые подлежат расселению, и также список многоквартирных домов, которые нуждаются в проведении капитального ремонта. По этим двум направлениям у нас работа ведется. В этом году по муниципальной программе из федерального и ресебуканского бюджета в району выделено около 40 миллионов рублей. Улучшить свои жилищные условия уже смогли 34 семьи. А в декабре, накануне Нового года, к ним примкнут еще 26 семей, проживающих в сельских поселениях Учебное, Лесное и Красносельское. Сафар Гиреев, Анатолий Дереко, Вести, Кабардино-Балкария. Сегодня с утра жители микрорайона Вольный аул опоздали на работу. Проблема перегруженности дорог перед зданием администрации Нанчика стоит остро не первый день. Сегодня же причиной транспортного коллапса в час пик на центральных улицах города стал аварийный ремонт теплотрассы. Парализованная оказалась одна из важнейших транспортных артерий. Автомобили огибали участок по объездным дорогам и, как следствие, огромная пробка, образовавшаяся в квадрате улиц Кишокова, Кавардинской, Ногмова и проспекта Ленина. Не обошлось и без дорожно-транспортных происшествий. Сейчас производится замена 130 метров трубы, ведущей к дому 12 по улице Шагенцукова. Из-за аварийного состояния коммуникации здание не обогревается с прошлого года. Трехэтажный дом снят с баланса ЖЭКа, который его обслуживал прежде, но из-за теплоэнерго он не числится, находится в подвешенном состоянии. Тем не менее, компания решила произвести необходимые работы. Время для этого, объясняют теплоэнергетики, выбрано наиболее оптимальное. Если даже с 10 часов ночи до 6 утра работать, эти работы не будут закончены. Во-первых, ночью работоспособность немножко падает у людей. Во-вторых, качество работ в ночное время всегда похуже, чем в дневное время. А самостоятельно мы эти вопросы не решаем. Эти вопросы все согласованы с администрацией города Нальчика. По распоряжению городской мэрии перекрыли с 5 утра. Работы продлятся в течение двух дней. Однако восстановить движение на этом отрезке дороги планируется уже сегодня к 7 вечера. Владельцев кафе и магазинов обяжут бороться с террористами. Новый законопроект правительства, если его примет Госдума, потребует оформлять специальный паспорт безопасности на все объекты, где собирается больше 50 человек. На согласование в администрацию президента страны проект с закона уже направлен. В документе впервые уточняется термин «место массового пребывания людей». Под эту категорию отныне попадает любая территория или здание, где может находиться свыше полусотни человек. Владельцы таких мест будут обязаны предусматривать дополнительные меры по антитеррористической защищенности. Однако, подчеркивают разработчики документа, проект не коснется транспортной инфраструктуры, автобусов и поездов. И затронет в первую очередь предприятия малого бизнеса и общественного питания. Продолжаем выпуск. Более 50 миллионов жителей страны обзавелись кредитными историями. Около 5% из них плохие. Клиентам же, попавшим в черный список, банки кредит не выдают. И тут сразу появляются мошенники, которые предлагают за определенное вознаграждение полностью очистить биографию заемщика. Некоторые люди, кому срочно нужны деньги, на эту удочку попадаются. А человек, взявшийся якобы помочь в решении проблемы, после получения от клиента определенной суммы попросту исчезает. Информация о любой просрочке, даже если она составляет всего несколько дней, тут же автоматически фиксируется в кредитной истории, подчеркивают специалисты банков. Получить следующий кредит будет сложнее, или вам его вовсе могут попросту ответить отказом. Тут и на помощь заемщикам приходят доброжелатели, обещающие очистить кредитную историю. Схема одна. С клиента берут деньги, суммы варьируются от 100 тысяч до 1 миллиона рублей и предоставляют поддельный кредитный отчет. Многие на это покупаются и в итоге остаются без денег. Такие предложения чистой воды мошенничества. Кредитная история защищена очень серьезно, и ее очистить технически невозможно. На сегодняшний день кредитная история является одним из ключевых факторов определения возможности получения кредита и в нашем банке, и во всех банках. В связи с чем создана единая межбанковская система кредитных историй, так называемое бюро кредитных историй. Информация о всей кредитах в бюро кредитных историй хранится на не менее чем 5 лет. Изменить историю технически невозможно. Поэтому если вам кто-то предлагает изменить, создать, откорректировать вашу кредитную историю, расценивайте это как обыкновенное мошенничество. Банки советуют тщательнее заботиться о своей кредитной истории. При выдаче займов чистота досье учитывается как самый важный параметр. В Кабардино-Балкарии продолжается межрегиональный молодежный проект «Куначество». Стартовал он в 2009-м и число участников проекта за эти три года больше 80 молодых людей практически из всех регионов Северного Кавказа. Ребята, ставшие на проекте кунаками, и по сей день продолжают поддерживать дружеские отношения. А вот его новые участники пока только проходят так называемый этап притирки. Анна Сурхайханова навестила кунаков и узнала, так что же для них настоящая дружба. Маленького Ибрагима кунак Мухаммед Хамуков несет на руках дядя малютки. Рамазан Жабоев – сторона, принимающая общих интересов. Говорят, ребята немало. Нашел нового брата. Я хотел бы туда поехать, узнать их традиции, культуру. Новая школа тоже. Очень впечатлила. Очень дружный класс. С Рамазаном мы вечером беседуем, после школы беседуем о разном, о жизни. Очень хорошая семья. И я рад, что попал именно сюда. Из Нартанова у Шигер. Эти ребята до того не виделись ни разу и познакомились только на открытии республиканского проекта «Куначество. Время». Расставаться еще не подошло, а дядя самого Рамазана уже строит планы. Надеюсь, следующий приезд я более досконально ему покажу. И не только Мухаммед, но и родственники его восстановления, вот этих старых обычаев надо приветствовать. И мы там очень рады. А это уже Нартан. Здесь кабардинские обычаи и традиции изучает кунак Александр Мироненко из Прохладного. Говорит, раньше представление об этом имел поверхностное. Зато теперь даже старинную кафу танцевать научился, а еще побывал в местном музее Пачева с новым другом Кантемиром. Такое ощущение, как будто я его не приобрел, а он у меня уже был. На протяжении уже какого-то времени. То есть там, как будто я его не три дня знаю, а там уже годами. Кантемир, Катик, меня очень хорошо приняли, мои новые братья. И также тетя Инфиса, ну это вторая моя мама, тоже и так же мне очень приятно. Ну, тепло приняла, как будто я там не в проекте участвую, а как своего родного. Он уже старается помочь второй маме по хозяйству. Кантемир учит своего названного брата обращению с гигантскими кроликами, которых разводят у Русовой. Они вместе принимают гостей. Одноклассники с интересом слушают рассказы Мироненко Кантемиржи, строят планы на будущее. Вечная братская дружба у нас будет. Наша семья, ну, моя семья будущая и его семья будущая. Мы будем встречаться, обмениваться теми интересами, которые были у нас в детстве. Ребята узнают традиции других народов, культуру, обычаи. Это все древнее. Для нас это вообще очень хорошо. Как мать, мальчик мне очень понравился. Воспитанный, хороший, очень позитивный мальчик. Кунаки пробудут в семьях еще один день. Завтра во второй Нартановской школе состоится торжественное закрытие республиканского проекта «Куначество». Анна Сурхайханова, Анзур Кашироков, Вести, Кабардино-Балкария. Южную сцену закрыли до следующего года. Имена победителей ежегодного фестиваля драматических театров Северного Кавказа назвали накануне вечером в государственном концертном зале. Изначально заявленное число номинаций, а это и лучшая сценография, режиссура, мужская и женская роли, в финальной части театрального форума существенно сократили. По факту отметили только последние две номинации, добавив к ним еще и лучший дуэт. Решили не присуждать и гран-при. Спектакля «Явление не было», – так аргументировала позицию жюри его председатель Марина Корчак. А работать над сценографией необходимо, ведь на мировой сцене Россия всегда отличалась именно необычным оформлением площадки, добавила она. Слава Богу, нет двух фанерных деревьев по бокам, покрашенной зеленой краской. Что было на прошлом фестивале, этого нет. Были попытки, но по строгому анализу, я думаю, что сценографии надо работать. Надо работать, надо привлекать молодых. Надо видеть, что происходит в мировом театральном пространстве. К слову, зал был заполнен наполовину. Присутствовали только артисты, руководители театров, несколько самых преданных поклонников. Исполняющий обязанности министра культуры Руслан Фиров назвал вручение наград закрытым рабочим совещанием. В итоге лучшим дуэтом признаны актеры Чеченского госдрамтеатра Сацита Ахмудханова и Хабил Муридов. Призы за лучшую женскую роль получили осетинка Ирина Засохова и актриса Балкарского госдрамтеатра Фатима Мамаева. В номинации «Мужская роль» награды также достались представителям Осетии и КБР. Это актеры Кабардинского театра Басир Шибзухов, Ахьед Кибишев. Жюри отметила их работу в спектакле «Автобус». Аслан Тижев из Осетинских театров имени Хабсаева и Ахмед Льянов из Русского Муздрамтеатра. Им вручили дипломы за участие в фестивале и небольшие денежные призы. Это были все новости к этому часу. Следующий выпуск в 17.30. Следите за новостями Кабардино-Балкарии вместе с нами. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»